так ну вот и третья часть вот я в частями и частями и частями я сериями до 3 часть построить 100 думал фрейм это будет часть технической никакой болтовни только один и доказательства все по существу а давай мы с тобой начнем а вообще с подготовки земли вот купил я участок да представьте ведь реально а стройкой занимаются не только семьи да но есть допустим девочки которые без мужа и в этом ничего не понимает я нашла участок который меня устраивает я хочу начать строить сие здание что мне нужно прежде чем идти к тебе как архитектору или сначала сразу к тебе идти а ты скажешь что делать здесь несколько вариантов можно и ко мне сразу идти и проконсультироваться со знающими людьми в частности вот вы приобрели земельный участок это не говорит о том что где хочу там поставлю дом есть соответствующие нормативы не буду углубляться в данном случае мы выдержали все размерные отступы красные линии удаление от воздушной электропередачи то есть все выдержанно участка была расстояние пожалуйста потому что для некоторых это здесь индивидуально если я буду говорить расстояние мне нужно будет все уточнять не обижались не размер ведь почему смешно рома я просто так здесь мы поставили я поясню мы поставили максимально в допустимом положении участка в углу вот так скажу но от забора бы отступили три метра ну да это минимально то есть от противопожарные разрывы в избежание как из перекидывания в случае возникновения пожаров перекидывания на облизываешь строение в данном случае знаешь что то расположение данного данных объекта храны хатки бобра я так буду называть до в этой части блин уже оскорбляет но чего рост и не после того как с вами сказал хатка бобра батарейка в камере тела продолжаем диалог да без хаток саша давай давай следующим образом на поступим если сейчас буду задавать те вопросы которые нас принципе возникали в процессе строительства ты ребятам до нашим сможешь ответить не вдаваясь сильно сильно в сложные технические моменты строительные смотри мы закончили с тобой на том что мы пришли к тебе с участком с готовым участком проведенные все подготовительные работы то что нужно мы принципе это уже озвучивали в первой части влога что мы делали ты нам под нас сделал проект по наши размеры согласно ваш исход да что мы хотим да то есть ты сделал этот проект потому что мы понимали примерное понимание бюджета тех денег которые у нас есть и дальше мы уже принимали решение о фундаменте какой у нас будет исходя из того что мы начинали стройку в предзимье то есть еще как бы круглубокая зима не села снег еще не упал землями промерзшего основания сильно было значит скажем цикл нулевых работ то есть это фундамент а вот отсюда и начнем то есть была произведена посадка сооружения то есть разбивочные оси были привязаны на земельный участок соблюдение всех норм то есть не выхода за определенной линии дистанции так далее и нанятая бригада заранее до этого приехала и приступил непосредственно к монтажу свайного поля то есть мы начали в винчивать свои после проведения этого мероприятия сдали работу по завершению и по всем сверочным работам в хорошем состоянии после чего приступили уже непосредственно к сборке до посредственно самих деревянных конструкций можно теперь тебе задам по ходу как раз вопросы смотри а во первых как мне как заказчику выбрать вот эту фирму подрядчика который мне сделать свои как мне не ошибиться чтобы они сделали все хорошо и четко мы в первой части упоминали что ты нам давал совет оплатить пробный выезд со своей проверить наш грунт потому что мы вступали в зиму да то есть это зимнее строительство но накладывает особенные моменты поэтому расскажи пожалуйста потому что не у всех есть доступ до вызвать тебя грубо то есть представьте человек давайте представим человека который сидит сейчас и говорит блин я тоже хочу я понимаю сколько это денег я могу себе это позволить но он не может допустим до обратиться к тебе вот что ему нужно делать старая постараюсь вкратце то есть для этого нужно необходимо инженерной геологии то есть дабы понимать какие у нас существуют слои земли то есть на чем мы строим на чем мы будем строить да в данном случае чтобы как раз не углубляться в более подробности скажу так основание согласно инженер геологических данных очень хорошая прочная то есть она бы идеально понесло как и бетонный фундамент но тем не менее ввиду того что у нас особенность строительства именно в период и состоялась перед зимой совместно с заказчиками приняли решение исполнения свайного фундамента свайный фундамент значит у нас выполнен и свои трубы размером 108 диаметра толщиной стенки 4 миллиметра не меньше согласно проекта расчета проекта документация после чего было произведено еще дополнительно усиление то есть оно же было заложено в проект в избежении как бы опрокидывание сломов и сдвигов то есть обеспечили дополнительную прочность и устойчивость стержни и фундамента после чего начали производить обвязку то есть все поэтапность выполнять непосредственно до данных деревянных конструкций всего вот этого фрейма то есть начали делать обвязку сделали диск подготовили об каркасе ли затянули связали и в дальнейшем уже начали выполнять непосредственные пространственные эти сфермы но это уже деревянная мы с тобой дальше фундамента не уходит пока вот смотри если допустим я обращаюсь фирму говорю что мне нужно привести пробную сваю я готова оплатить ее в крути чтобы ее вкрутили проверить грунт и фирма отказывается говорит нет мы делаем фирма отказывается и говорит заново отказывается говорят что мы не будем это делать то есть какая бы она хваленая не было мы их не берем то есть отказывается д 했��겠습니다 то есть тут много причин по каким причинам люди отказываться делать виду может быть срочностью у них заказов который уже существует либо каким-то другим причинам водно в хорошем лучшем случае в идеале все нужно делать последовательно это иметь данные из исходной данной инженерной геологии то есть вот чтобы было понимание вообще на каком основании мы возводим данную это понятно от фирма отказываться или рисковать нет зачем рисковать тут уже принимайте решение самостоятельно я бы наверное посоветовал лучше отказаться поискать еще кого просто если люди идут на контакт и скажем по каким причинам объясняют причина по какой причине они отказались в не исключено что у них там вот просто ряд заказов и веду им не целесообразность экономически выезжать на такой скажем маленький объект когда у них там что-то есть более крупная а если просто говорят нет мы такое не делаем значит мы просто не веришь на конечно логично просто скажем пусть уезжает смотри у нас есть в архиве видео потому что дим очень много снимал в процессе да то есть нереально просто объяснение и вот уже до готовый дом и что и как у нас есть видео где ты прям вот ногой дима его сейчас ставит трогаешь эту свою показывать просто не дим показал это видео я говорю это что мы на этом дом будем строить дело в том что на самом деле грунты довольно таки прочные не буду вдаваться в терминологии в подробности довольно таки прочность у глинки железненные сваи как правило используется на слабых пучинистых грунтах как правило и в таком случае происходит отказ при вкручении отказ сваи в данном случае она просто дает свой отпор упирается в основание до какого-то момента она скажем выступает гораздо больше не доходит до своей проектной отметки так назовем ее просто срезают таких сваи было всего моей памяти 3 по моему три сваи всего нашего фон из всего вашего фундамента да то есть я добавлю и при том эти флот свайные фундаменты окажутся не несущими которые сейчас набирать отказали да именно на верность то есть не в капитальном участке под сооружением было выполнено все скажем по надежности по прочности ну назовем в 95 процентном таком исполнении далее что было произведено почему я сказал именно об мероприятии усиления дабы набрать всю общую жесткость и прочность непосредственно всех этих назовем торчащих оставшихся колышков выполнили обвязку полностью по периметру и набрали общую жесткость вот этой плоскости в дальнейшем чтобы не было никаких динамических трясок потому что само сооружение то у нас будем считать огромный парус и от ветровых нагрузок не исключено пусть какая-то где-то незначительно где-то значительная динамика в избежание этого соответственно полностью по периметру и внутри произвели усиление проще говоря при выделении усиление металлопрофилем это швеллер уголок 75 и и все по схеме жестких связей все это было обуварено сваркой дополнено это было все рассчитано это это не от головы это было рассчитано то есть тем самым ты усилил сам фундамент да то есть свайный фундамент почему например многие инженеры на свайный фундамент плются говорят что он такой жизненький что он такой не стойкий и прочный то есть по факту ты нам из свайного фундамента сделать криво жесткую раму то есть бы леточный фундамент практически можно и так сказать да но не совсем сажима вообще строится зимой в плане вот тебе как проектировщику сложно заключается в том чтобы все мероприятия были выполнены согласно нормативных документов и проект производства работы то есть что это о чем-то говорит то есть одно дело сделать проект другое дело это в реале возводить производить чтобы это в дальнейшем эксплуатировалась нормально без каких-то либо повреждений или критических там то есть те 50 100 лет но мне конечно в целом если говорить отдельно о фундаменте и дереве скажем то на фундамент можно гарантию дать порядка от 25 до пусть даже 50 лет но я думаю на того не простоит виду даже всех технологий то есть любом случае будут изменения это там изменение сечения то есть коррозия она все равно сделать свое дело вот но тем не менее как бы на что произойдет то есть его же нужно будет когда каким-то образом потом не обслуживать нет не то что обслуживать все она как говорится у нас закупана и одноразово похоронено здесь уже не говорится о том что это вот дерево вы можете обновить обновить не то что обновить пропитать там где-то до обработать или изначально предусмотреть мероприятие чтобы вам грубо там ближайшие лет 10 вообще в это не касаться то и там 12-15 лет вот поэтому здесь будем говорить скажем чисто металлоконструкциях и деревянных конструкций на металлоконструкциях пусть я говорю еще раз пределах от 20 минут пусть до 40 там 45 лет деревянной конструкции тут зависимости от исполнения от усиления жесткостей и от сорта древесины в дальнейшем и обработки и закрытию тоже в пределах скажем ну лет 30 от 20 до 30 до 35 максимум потому что древесину тоже есть у каждого свой срок жизни нормальный я подчеркиваю есть и такие скажем дома которые честно не совру сам наблюдал стоят и по 100 и по 110 лет то есть дома в которых живут бабушки и были построены в 1903 году они по сей год живут звенят как стекло все дело в том что как бы бревна это недоимная сосна и она будет жить еще долго-долго но это мы уже как говорится это то есть это знаешь это фишка наверно в чем все гарантийные сроки о которых мы можем говорить они все идут в процессе эксплуатации да то есть вот как она будет будет известно как раз лет через 20 30 40 и 50 и мы можем уже сказать как она стояла и как она будет дело в том что еще вы не забывайте то что вы построили сейчас это детище здесь нужно правильному создавать климат тем не менее также за ним смотреть наблюдать то есть дерево вообще это живой органический материал который подвержен и заплесневение очень сильно если не выполнить определенные мероприятия вентиляции там состояние вот то можно сроки эксплуатации вообще в разы сократить поэтому чтобы как говорится не пугать и не углубляться в эти процессе я вот непосредственно дмитрию уже как и проектант и ведущий специалист объекта даю очень много как он не называет перестраховщикам даю много советов чтобы человек уже просто знал представляла ждет до что его ждет и что его ждет если он это сделает что его ждет если на этого не сделать то к чему дим готовься то есть дальше уже выбор непосредственно за так скажем за это вот как раз о чем мы говорим почему мы усиляли почему все это заваривали картинку делаем стоит стойка дает тут не делаем есть такая-то проблема примерно она будет стоить столько и выживали цена через столько-то лет вот таким-то видом и ничего ты с этим не сделаешь то есть это уже смотри мы усилили да то есть мы вот сводили у нас вот такой вот весь все стал тверденьким он не вот такой а весь твердый плотный а смотри я знаю что прежде чем парни начали делать возводить вот наши фермы да все обшивать вы еще дополнительно делаю то есть у вас есть определенные слои я знаю там что есть моя жизни необходимой для меня машины и противомышиная сетка потому что я боюсь грызунов и если я увижу я просто не буду жить все то есть вот я не выйду в эту комнату я боюсь реально а вот сейчас аж как раз искать все этапы которым это предварительно просто в избежание дальше непосредственно прямых попаданий каких-то засороватостей по испарен и так далее чтобы ваши деревянные конструкции жили более дольше а чем мы засыпали засыпка была первичной произведена отсыпка песчаной подушечки так ее назовем хотя на подушкой не является до с уплотнением незначительным и отсыпка вот грубо скажем щебенки как раз то что мы видим это как раз есть лишь отцы пачка это получается под самим сваренным каркасом фундамента так спас отсыпка разобрались а дальше давайте поэтапно как учу что у нас входит вот в эти слои прежде чем парни начали возводить три наши буковки а какие слои еще она вот смотри вот у нас сейчас отсыпка да мы в этом мы про это упомянули а дальше у нас есть свои которые мы сварили зафиксировали да что значит что дальше строители дальше делать строитель дальше начали делать обвязку это самое основание основ которые распределяет и воспринимает на себя все нагрузки и когда стонна сил на все это основание то есть они сделали обвязку быстрее вкратце в друзья не сделали обвязку сделали отсечку вот это как раз то любим металлической сеткой от грызунов и провели то есть мероприятие защиты по всей плоскости сделали подготовили подшивные листы которые являются чаши дать для дальнейшей опоры устройства тепло соответственно изоляции пола вот которого чего делали делали это листы usb по направляющим типа черепного подшивного брусочка ну то есть чтобы была несущая способность элементарная слой утеплитель а сетка от грызунов у нас из чего металлическая плетеночка три с половиной не ржаве не вкусно не в не прогресс я думаю не прогресс но если дмитрий даст напряжение 200 нет если дмитрий даст туда напряжение 220 то у вас в радиусе пол километра не будет ни у кого я реально боюсь мышей вот вам смешно конечно шутки чем мы дальше делали что вы делали дальше после обвязки выполнения первого назовем диска основания дома ребят приступили к исполнению уже непосредственно поднятия створов вот этих вот стены наши нет не стены стропиль так вы называете стропильной системой по русски у стены же я же крючок-то в них вобью но пусть ладно пусть будет если татьяне так на это понятнее да это понятнее значит проект был доработан он был каким образом доработан во-первых кстати усилен да расскажи про усиление я знаю чтобы ты не просто обвязывал ты там дополнял докручивал до винча произведен был расчет соответственно в проектной стадии а как потом покажешь произведен был проект документации расчет то есть который показал что тот первый первичный проект на основании которым изначально все делали он немножко слабоват и жидковат поэтому были приняты решения по проведению мероприятия усиления то есть потом дмитрий вам покажет это узлы основания пор то есть где непосредственно стропильная нога скажем опирается на брусы и балки обвязка может сейчас пойдем показывать не надо мы потом да вы были произведены усиления то есть парные стя стянуты фанерными листами в 18 толщины два диска фанеры вот ничего не понимаю знаешь можешь мне по-русски объяснить а зачем мы все это делали вот чтобы было если бы не сделали чтобы было еще раз повторять древесина живой материал даже если она стоит в спокойном климатическом состоянии оно все равно себя перемещает то есть она выгибается его выкручивается как звучит перемещается я сплю просыпаюсь за мой дом подняв юбку элементарно вот деревянная дверь может элементарно из чистой древесины выпал она усыхает и когда набирает влажность и и расширает то есть она где-то может просто не захлопываться это я говорю это живой материал древесин поэтому когда дмитрий мы обсуждали строительство непосредственно вот эти все пункты я ему озвучил то есть предупредит дим сильно пугал тебя да не пугал человек просто открывал попытался открыть картину что к чему ему вот молодец молодец что поправил дополнил меня вот но тем не менее да не пугайтесь я не знаю как я вас терпела все эти два месяца потому что каждый раз а у нас и пожалуйста финансовый файлик еще ты эту статью ну что же продолжаем диалог в общем было усилено дальнейшем дмитрий все узлы усиление покажет усиление был произведены не каким-то там заумными сложными решениями все относительно просто системы говорю простой как сатиновые трусы фанерные листы шпильки болтовые метизны соединения все это протянуто дальнейшем это будет еще протягиваться потому что пока вот какой видите у нас зима зимнее время по приходу тепла древесина опять-таки будет дышать отпыхивать видеть да мы выглядаем что мы делали из сырого дерева но не совсем из сырого не камерной сушки саша кстати вот вопрос сразу по ходу потому что например есть компании которые бы есть проектировщики которые говорят что строим до 7 и круглый год но при этом мы берем только камерную суть это целесообразно для них очень выгодно дерево уже высушен но уже со временем будет так сильно деформируется как сырой усыхает и соответственно они построили убежали наш в нашем варианте нам приходится с тобой ждать два-три месяца пока дом высохнет чтобы продолжить стройку смотри вот а строительная организация и коммерческие это не выгодно делать ну да и надо что и масленица ну тут не только в этом конечно строительство при камерной сушке дерева она геометрически правильного легче легче рабочим легче но саш я знаю просто слушала почему я спросила это а я же присутствовал при многих ваших разговорах да когда все это обсуждали рисовали крае ли ты тогда сказал такую вещь что если мы строимся зимой мы не знаем какая будет температура зима может быть любая да вот что в этой ситуации проще взять вот именно такое дерево вот объясни почему не то что проще в данном случае просто ставка была сделана следующее что данная древесину мы во первых сортовую и он проводили непосредственно ребята собирали эти фермы все вручную то есть опять-таки напомню напомню без применения техники то есть каждый элемент готовился возводился поднимался поштучно по мере их высотных отметок да то есть временные в обрамлении усилений непосредственно по проектным размером поднимали каждый стропильный элемент будет то балка и в основном стропильный балка и как бы затяжки вот эти подпорки поэтому в данном случае при по применению именно такой древесины подошли скажем так сказать так сказать именно такой такой доской вот в данном случае были применены очень приличное количество джутовки то есть это почему-то джутом столько столько джут нас заставлял покупать можно ковер плести джут ну конечно это лучше альтернативно старый добрый пакли советских времен поэтому он уже как говорится заводом произведен в ту форму а чё ты димку за пакли не послал да слушай я ему предлагал что сказал рабочие бы послали бы его по адресу если бы он не пришел этот момент нужно проще элементарнее он более обеспечить по плотные равномерные прилегания и соприкосновение скажем зачем мы его используем вы избежание прохождение лишь это избыточно где-то холода он непосредственно внутри помещения по факту это дополнительно если постараюсь ответить простым словами то есть закрывали избегали в общем вот эти все где возможные могут быть мостики холода мы сифончики вот эти дыры изолируем потому что древесина доска высыхает не в длину она высыхает она по разуме высыхает где есть ответственное соединение на гвоздях и болтах где дырочки были вверх им получится щели простыковано все смотрите кстати же они вот этой щели как раз идет как он говорил будет появляться мостик холда вот как раз демпфирующие свойства правильно ну короче перевожу на русский двух этих умных мужиков а для того чтобы ниоткуда не сквозила и не фанилы нам нужен джут но постепенно будет каждую неделю подтягивать все соединения болтовые но это ты сейчас будешь не совсем каждую неделю поправлю ты будешь подтягивать по мере поступления климатического градуса то есть у нас сейчас идет все дело к плюсу пока сейчас дом находится температуре словно займем минус средний минус 5 вот как у нас по сейчас покрыли на протяжку делу где-то на подтягивать а где-то еще нет да ну тут в этом случае тоже не переусердствовать смотрите вот мы ушли от темы дерева я просто помню этот разговор ваш я очень хочу чтобы вы объяснили людям и потому что этот вопрос уже возникал а ты или дима даже не помню кто-то из вас у и строитель то сидели упомянули такую вещь что если мы будем строиться из камерной сушеной доски это а дороже при текущем моменте очень даже в два с половиной раза дороже это выходило плюс еще я прямо помню эту фразу что если мы берем прям сухую сухую доску а с учетом того что мы строимся зимой в неустойчивый период градуса плюс влажность дополнительно есть риск того что очень удобнее ребятам строителям строить из вот такой доски и только скажем с рабочим разговором пришли вот именно оконечно к такому вот варианту из этой доски вот но опять таки смотри дмитрий я же говорил об этом то что скажем сушеная доска она при обработке на себя требует меньше затрат например а пропитающих материалов то есть условно расход пропитки на квадратный метр экономичнее в данном здесь в данном случае тебя будет немножко повыше почему потому что ее как скажем напитывающие свойства гораздо уже она будет себя принимать побольше как губочка впитывать вот за счет своей это но задачи так досками мы разобрались джутом мы разобрались а почему мы фермы строили вот такими этапами это сделали из-за того что и чтобы использовать подъемную технику но не то что не используйте и мы просто уже по решению посредственно с рабочей силой с ребятами которые выполняли с бригадой да и непосредственно кто населяет заказчиком это все у нас экономика вот именно пришли к такому решению то есть не удорожание да понятно ребята понимали что это будет немножечко дольше скажем в календарном плане выполнения работы без применения без применения вышек техники там кранов так далее потому что строительство же применяют как бы такое решение где фермы собирают на плоскостях вызывают потом технику эти фермы техника поднимает уже устанавливают и производит такое быстрое скажем отсечение даже пусть скелетом объема уже будучи вашим пространством они ведь параллели у тебя все делали да они поднимали фермы поэтапно плюс они сразу прокладывали джут то есть они делали по частям конечно с одной стороны возможно это даже было удобнее то есть они строили вот прям вот то есть строили такими вот этапными ух огромная ферма потом вокруг них прыгать а смотрите значит мы поставили мы разобрались фундаментом да мы разобрались с деревом мы разобрались джутом что у нас был дальше 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 было что до фермы строились то есть это чтобы вы понимали него там две доски соединенные поставлены все это затянуто на балках то есть произведены соединение усиления с тягами балок межэтажного перекрытия то же самое опять-таки усиление фанеры шпильками болтовыми тезами соединениями и дальше была надставка то есть примерно что вы понимали доска имеет хлыст доски 6 метров было выполнено выполнение 6 метровых и потом уже все дальнейшие достроены доставки на точнее доставка доз до настройка вот этого завершающего конькового буква элемента говорит вообще я привык так что мы дальше делали что вы дальше делали после выполнения всего этого основного скелета было произведено еще пространственное усиление жесткими накосинами которые дают жесткость общей конструкции вам сможет про секунду я сейчас скажу дмитрий потом вам изнутри покажет непосредственно эти роскость покажет из чего они как они были сделаны и для чего это опять таки я скажу одно предложение для усилений и набор общей жесткости всего того скелета что был до этого пока не был покрыта выполнены мы строим замок и бомбоубежище если бомбоубежь татьян то вам нужно было когда не проф листом а дополнительно палубку для принятия бетона и на карте крестик да так дальше чуть после когда завершили весь скелет было выполнено все деревянные конструкции все деревянные конструкции все наши стены до было произведено предварительная обрешетка выполнена проведет проведен слой пароизоляции под пар ветрозащиты и выполнена обрешетка на которой непосредственно уже вот вы как видите был смонтирован кровельный профилированный лист данном случае серого света такой очень приятно говорил проверить толщину профиля почему ты меня постоянно тыркал этим вот кстати немаловажный фактор спасибо дим что напомнил фишка в том что просто моей правде его практике как говорится ну было пусть не часто бывало когда по заявленной величине толщина микрон листа скажу в час кровельных сам кровли делали было не соответственно заявлены грубо заказывали про плач как 055 толщина по факту дай боже она была 047 045 то есть что не отвечает за каждый саша ты когда вообще первый свой дом построил первый свой дом построил я 2008 году сейчас у нас 2022 год 14 лет назад ну а сколько домов за это время построил ой не хочу перечислять может быть мы хотели с тобой сберет толщины да я вот кстати и так и не поверил так ты не померил ну пойдемте возьмем микрометры измерим толщину посмотрим что у дмитрия по факту сейчас а может машину иду греться я тебе даю ты не даешь да не пирометр это измерение градусов вы теперь вы теперь понимаете что это за 2 затыра строили дом но сейчас мы другого и не увидим и не определена улице сам я причине что у нас климат во-первых и холодный прибор дает погрешность а измерять нужно будет это в пределах не ниже плюс пяти не не плюс пяти хотя бы плюсового градуса и не более а это мы сейчас толщину краски проверим здесь во первых она да такая не глянцевая матовая сейчас я еще перед перебью как дмитрий тут удобнее будет показать шик-шик-шик-шик по волне видно фокусируется слушайте когда за когда и по не хочет пони из волны а изнутри там же это ну да там защитный грунтовочный слой сейчас секунду секунду наклон волны если уж на то пошла он не даст нет дает за что тут пожалуйста ну учитывая погреть до точности конечно такого погрешность все равно есть изнутри сочи а вот если человек не за к изотыра как вы ему обязательно все эти приборы покупать нет мне не отрезать станю заморозили уже уши они проще нам дарить действительно по этим от хвостов к джат от одного листа остаток этого потом но это потом сделать чтобы проверить а курвиметр у тебя есть нет курвиметр я нашим зрителям покажу на карте где мне люди задают вопрос а вы будете какую-то дополнительную строй построечку делать я говорю будем спрашивают а зачем я говорю вы не поверьте сколько у димы инструмент ему можно мастерскую открывать и в аренду сдавать все свое добро кстати этот штангенциркуль участвовал в обзоре по кастрюлям именно с этим штангенциркулем мы бегали и ругались когда мерили кастрюль да поэтому обзор получился очень сильно комичный многовато взял в общем здесь получается у себя он соответствует назовем так 0 до 0 52 с учетом шероховатой поверхности он тебе дает хотя бы 0 55 0 52 соответствует реклама рекламировать не будем хотят к это голове он не будет нам за рекламу не платили я только сказал рекламировать не будет да то есть за что ну да кстати на самом деле в мордовии есть такой производитель саша не сам производят вой не ну тогда это один у нас из основных то есть с ними работаешь ну что значит ими работаю они дают свои каталоги как обычно во всех проектных организациях то есть которую стремятся быть на плаву и жить и мы соответственно применяем внедряем вы внедряете применяйте потому что материал соответствует тем нормам тем требуем которые вы закладываете вот пожалуйста сами можете видеть монтаж я считаю произведен не сказать что безупречно но в очень замечательно хорошем состоянии ни одной задорной волны все такое задранная волна задорная волна это когда лист не до прижимают и есть возможность то есть со временем ветра они просто они просто боковую линию держись они боковую линию порывами задирают и у листа происходит как вот такой вот дрожание мерцание а ведь по его профиль еще какой-то материал есть одинаково начиная от язык ближе коньку раскрыта стена крыши увеличиваю крыло наши да она скажу внизу она у нас 50 сантиметров изменяет если не поймите наверху метр метр до коньку метр если от створа фасада стены вот даже сейчас брать фанела это то есть были значит нас по коньку метр внизу 0 5 что это то есть перемены переменного сечения необычность строить до своего рода так да потом красиво все подошьешь отделаешь будет тебе сказка что мы рассказали какие итоги будем подводить что у нас еще не было нашим подписчикам рассказывать но смотрите мы рассказали про фундамент мы рассказали почему мы именно это дерево выбрали мы рассказали кстати вы знаете про что не сказали а почему мы выбрали именно а такой вид материала для крыши потому что есть по моему какой-то еще фальц или как он там называем да есть он дороже во первых это фальц по принципу элементарно забойного замка надежное кстати крепление она используется уже в строительстве вообще давным-давно но сотни полтора лет это точно а то и более ну в данном случае приняли просто стандартное решение профилированный лист такого низко среднего профиля ответ как раз как фальц чтобы обеспечить быстрое исхождение снега минимального был налетов и обледенения ну да смотри сугробов у нас на крыше вообще ничего все чистенько скажем вот даже посмотрите с переломами кровлю от рядом дома находится тем не менее там небольшой снеговой мешочек понятное дело его сейчас много но уже не так много но когда идут большие количества большое количество сад не осмотреть им сидят лежат очень вот что на крыше вот там вот у них куча снега из чего это крыша это инда на яндове вот остался как раз о чем я говорю можете обратить внимание такой мешочек на северной стороне хороший не юридический но провокационный вопрос саш мы когда все сделаем все красиво будет учитывайте что он проектировал он проверял контролировал все ты начинать у нас останешься конечно при условии подчеркну при условиях если дмитрий поставит обещанный пункт а бильярдный стол второй пункт б дмитрий вам смотрите его далее обещает выполнить чан чан да очень красивый замечательный но это я думаю живы будем живы будем дай бог не пока мне кстати а размер бильярда обсуждался не ранее бильярд можно и на стол но уж нет потому что когда человек что-то сам до делает то есть насколько быть уверенным чтобы здесь остаться ночевая с удовольствием а вы на каком этаже на втором где разместить мы неприхотливы ну что друзья давайте завершать серию мы наверное ответили на все вопросы да но четвертая часть будет и будет дальше потому что тебе предстоит еще много очень большой фронт работы у нас закуплен утеплитель возможно даже вы как встретитесь или вместе встретимся когда утеплитель будет здесь саша расскажет почему именно этот утеплитель по каким характеристикам он нам его выбирал также предстоит остекление фасаду то есть у нас очень много роли интересно да то есть чисто гипотетически про это рассказывать не интересно интересно рассказать вот вот она стоит вот так и так кстати теперь мне затем ответьте на мой еще один вопрос это я думаю людей о и он возникнет так же как у меня вот у нас здесь сейчас у из беда мы закрыли ну грубо сделали две временные стены то есть когда мы будем остеклять мой сбыл берет ну будут да будут выпилены вырезанные отверстия под расположение проектное расположение изначально окон то есть по факту это наша капитальность у вас закрыть я еще раз говорю напоминаю если вдруг забыли это такое первичное глухое в закрытии от попадания осадков снега элементарно надувание там дождей и так далее да 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 то есть мы не будем откручивать этот с бы будем просто выпила делать там где необходимо проекту парами пока усилять еще как-то будем это усилять незначительно не с это будет даже не совсем татьяна усиление скоро сколько просто доработки потому что вам еще предстоит вот этот подшив то есть здесь закрыть да тут сложности не будет но небольшие элементики а дмитрий потом покажу подскажу как бы а как ты будешь делать на такой высоте элементарно до скорой встречи александр отпускаем нашу александр сергеевич и мои замерзшие все замерзли давайте мы станцуем под конец